Приветствую вас, Татьяна. Вот не сочтите за грубость, пожалуйста, но несколько странно слышать от 31-летней женщины, что она называет себя Стану. Как-то это слишком по-детски, что ли. И я думаю, что в рамках той ситуации, которую вы описываете, вполне можно использовать это в качестве одного из проявлений вашей, допустим, проблематики. Вот. Что я имею в виду, да? Что я имею в виду? Я говорю о том, что если вы, допустим, не чувствуете себя, к примеру, взрослой, если вы не чувствуете себя женщиной, то это ни в коем случае не является проблемой вашего мужа. Это является, скорее, проблемой вашего восприятия себя самой. И для того, чтобы чувствовать себя женщиной, вам на самом деле не нужен кто-либо. И уж точно вам не нужен муж, который может относиться к вам на самом деле просто по-разному. Ну, сегодня, так, завтра, так, сегодня, одним образом, завтра, другим образом, вот, и так далее. Понимаете? То есть, весь прикол, он именно в этом на самом деле, в том, что вы ставите свое ощущение Женственности, например, свое ощущение себя женщиной, вы ставите, скажем так, в некоторую зависимость, что ли, от того, как воспринимает вас ваш муж. От того, как он к вам относится, от того, как он себя ведет. И мне кажется, что именно этим вы себя и ставите изначально в такое очень созависимое состояние, в зависимое состояние. И можно ли это исправить? Да, конечно, можно это исправить и нужно, и нужно это исправить. Для этого необходима работа над вашей самооценкой, для этого необходима работа над обретением вами своего личностного смысла. И над тем, чтобы вас с вашим мужем, условно говоря, объединяло все-таки что-то большее, чем просто ваше желание получить от него внимание. Потому что, ну, пока что, на данный момент, ситуация выглядит так, что вас практически ничего не связывает друг с другом, кроме вот вашей потребности в нем, как в мужчине. Вот, я могу, конечно, ошибаться, вот, я могу быть неправ, но мне ситуация видится примерно такой. Вот, а я не претендую сейчас на истину, еще раз, еще раз заявляю об этом, чтобы не было между нами какого-то недопонимания. Вот, но ситуация именно такая. Это первое. Второе. В некотором смысле вы ведете себя как ребенок, в том смысле, что проявляя внимание к своему мужу, проявляя знаки внимания к своему мужу, вы ждете от него совсем другого. То есть, проявляя внимание к нему, вы ждете от него того, что он будет проявлять это самое внимание к вам. И это, наверное, также является одной из ключевых ошибок, потому что вся тонкость заключается в том, что проявляя что-то по отношению к своему мужу, вы не говорите, условно говоря, о себе. Вы не говорите о себе как бы напрямую. Вы говорите скорее о себе через него. И отсюда, естественно, возникает всякого рода недопонимания, конфликты, трудности и так далее. Ведь гораздо проще было бы, если бы вы сказали то, что есть, сказали бы все как есть. Гораздо проще было бы, если бы вы своему мужу говорили откровенно о том, что вам хочется. И ни в коем случае не делали чего-то допустим через силу. Вот. А так получается, что именно это, собственно говоря, и происходит. Вот. Таким образом, речь идет о вашей самооценке как женщины. Речь идет о генерации ваших собственных интересов в чем-либо, в разумных пределах созвучных с интересами мужчины, соответственно. И речь идет о более прямом выражении своих желаний, своих чувств, своих стремлений, своих эмоций и так далее. То есть, по сути, речь идет о более искренней модели поведения, которые сейчас у вас, судя по тому, что я вижу... Нет, нет. Вот. А вот как-то, как-то так, как-то таким мне видится ответ вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было вам полезно. Сейчас я открою текст. Так. Я занял брак и дисплец в минус 7 в последнее время, когда владели отношения. Может быть, что-то произошло в последнее время. Мне не хватает внимания. Мужей и романтики. Ну, по сути, вы чувствуете, как жертвуете собой. Вот. По сути, вы чувствуете, как забываете о себе, делая что-то для других людей. И, по сути, вы ощущаете, как это вас напрягает, давит и, ну, на вас это понравит. Вот. И, вероятно, вы чувствуете, что вам в этой ситуации просто, вы в этой ситуации чувствуете себя не свободны. Вот. То есть, вроде бы, вы хотите делать все, что делаете, да, для других, для, ну, в частности, для своего мужа, например, или для детей. Вот. Но вы перестали делать что-то для себя. Вот. И это, конечно, на самом деле, довольно серьезная проблема, потому что это проблема вашей жертвенности. То есть, вы, получается, разрешаете себе, ну, просить что-то, да, и, ну, претендовать, претендовать на что-то. Если, вот вы чувствуете, чувствуете себя в таком жертвенном поведении, в таком жертвенном состоянии и так далее. Вот. А я вижу такой ответ, таким я вижу ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам, я надеюсь, что вам мой ответ понравился. Значит, если это так, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация успешно разрешится. Спасибо. 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 Спасибо.